Губернатор Игорь Руденя принял участие в церемонии проводов воинских формирований, состоящих из мобилизованных граждан. Участниками митинга стали заместитель начальника военной академии воздушно-космической обороны Валерий Зосиев, главный федеральный инспектор Твердой области Игорь Жуков, а также юно-армейца. Мероприятие началось с церемонии выноса государственного флага России, флага Министерства обороны и исполнения гимна нашей страны. Затем к мобилизованным гражданам обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. По приказу Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, вы стали в строй вооруженных сил Российской Федерации. Важно, что всех вас и всех нас объединяет преданность своей стране Российской Федерации, верность присяге и готовность защищать Российскую Федерацию. Напомню, что в Твери подготовку проходили не только жители Верхней Волжи, но и мобилизованные граждане из Псковской, Новгородской и Московской областей. Все последние недели они принимали активное участие в боевой подготовке. По итогам сборов из всех них сформирован полк, командиром которого стал полковник Владимир Кузнецов. Были организованы занятия по боевой подготовке, мы практически выполняли упражнение стрельб, мы занимались инженерной подготовкой, основой, что необходимо военнослужащему. Мы занимались медицинской подготовкой, опять же, то, что необходимо для военнослужащих, самое основное на поле боя. Перед свежесформированным полком выступил участник специальной военной операции, кавалер двух орденов мужества, подполковник Виктор Визулайнен. Он призвал этих солдат и офицеров стать единым коллективом, без чего невозможен успех на передовой. Когда коллектив сплощенный, он непобедим. Нужно обязательно помогать и поддерживать своих товарищей, которые находятся рядом. И словом, и делом. Ведь намного легче и спокойнее, когда чувствуешь рядом плечо своего боевого брака. Напомним, что Тверская область также приняла самое активное участие в подготовке мобилизованных. По решению губернатора Игоря Руденя, жителям региона, призванного в ряды вооруженных сил, предоставят единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей. Также на уровне области приобретена дополнительная экипировка. Спальные мешки, пенопропиленовые коврики, комплекты нательного термобелья, утепленные резиновые обувь, термосы, индивидуальные аптечки. Кроме того, утвержден комплекс мер поддержки семей мобилизуемых граждан и добровольцев. Субтитры создавал DimaTorzok